ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Соломин. Что здесь происходит? Ну вот мы тут все собрались, участники боевых действий. И пытаемся получить то, что нам по праву принадлежит, то, за что мы частично воевали. Как долго вы здесь собираетесь периодично? Ну, примерно с весны, с апреля, даже с марта месяца. Постоянно мы, постоянные клиенты этого помещения. Какие результаты на сегодня? Уже скоро год получается. Ну вот скоро год, да. Первое, по поводу чего я сюда обратился, по поводу двух гектар, которые положены. Я написал заявление, все как положено, рассмотрели, дали разрешение на разработку техничной документации. Я пошел делать эту документацию, и мне сказали, что нифига не получится, потому что эту землю, 18 гектар кусок, его приготовили для сдачи с аукциона. По поводу этого вопроса я долго узнавал, долго пытался этот вопрос решить. Со старым начальником ДЖГО кадастра мы договорились, что он не будет эту землю никуда, ничего с ней делать. До того момента, пока мы не разберемся, что с этим куском, и как, чтобы пацаны, не только я, чтобы еще пацаны получили. Чтобы он никуда не ушел с аукциона. Договорились, все нормально, его убрали. Стало вот это вот, не буду выражаться, кто новый ВО начальника ДЖГО кадастра. Она сразу втихую начала все такие вот куски по всему району, по области, вот такие вот именно куски там. 5, 10, 20, 30 гектар. С аукциона, без никого. Я случайно об этом узнал, обратился. Она мне сказала, не, нифига, мы ее с аукциона эту землю продадим. Ну, то есть сдадим, так называется, продадим. Я к кому уже не обращался, и к Вороне обращался, и там, куда только не обращался. Осталось только до Головка пойти, что он скажет. Думаете, Головка поможет? Не знаю, не знаю. Чтобы потом уже не было, и в прокуратуру буду, если никто не это самое. Я уже пока еще не обращался, но планирую и в прокуратуру обращаться. Потому что, ну, говорят, что земли нет, а ее вот так вот берут, тупо раздают. Тупо берут и раздают. В аренду. А потом приходят люди, говорят, а земли нету, а земли нету, а земли нету. Мы сами ищем эту землю, мы ее находим. А нам, у меня уже 3 или 4 отказа. Вот сегодня вроде там что-то там уже дали добро. Частично, да. А сколько этих отказов было и у меня, и у пацанов. Просто у меня был отказ вот перед этим, по трем участкам. Был отказ, написали, что у вас не хватает, написали, обгрунтувания, для чего вам эта земля. Нормально? Я пошел в район, там, где я писал заявление. На меня вот такими глазами смотрят. Мы первый раз слышим об таком вообще обгрунтувании. Ну, потом выяснили, что это такое. Я написал, опять сдал, вот ждем результат. Тепер я могу сказать? Здесь надежда, да. Представьтесь, пожалуйста. Лелюх Тарас, тоже участник бойовых действий. Зараз занимаюсь активно этими земельными питаниями. Мы хотим разом с хлопцем отримать то, на что мы имеем право. И очень много бойцов сейчас просто написали заяву, отримали отмогу, кинули на это все справа и не собираются заниматься. Это неправильно. Сегодня у нас уже, мы получили десятки дозволей за сегодняшний день. Необходимо просто правильно все делать. Необходимо юридично правильно подходить до написания документов, до написания заяв, до подания в правильные органы. И отримать землю можно. Нам в этом, мягко кажучи, не сприяють. Те же, мы только заходим, нас бачать, земли нет, сразу скажут. Земля есть. Шукайте, находьте, пишите правильно заяву, и вы ее отримаете. Необходимо, не покладывая руки, этим заниматься. Вы на это заслужили. Эта земля будет и вам, и вашим детям. Это та земля, за которую мы воювали, за которую мы проливали свою чужую кровь. Так что вы все маете право ее отримать. Получается, вы воювали там, а теперь воюете здесь опять. Ну, на счастье, мы еще не воюем, мы просто отстоймем свои права. Мы очень не хотим делать тут то, что мы делали там. Не для того мы воювали, чтобы тут так же это делать. Понимаете? Спасибо. Представьтесь. Шевченко, Дмитро, глава всеукраинской, сколько учасников АТО, боевых гид и мераторских миссий Украины. Я вам хочу сказать то, что мы с хлопцями снова стали видеться частейше именно в этом закладе, в областном держкомземе. Почему? Потому что держкомзем сейчас мае право на все земли, чтобы за межами областей, в районах. Мы приходим в селищные ради, в сельские ради, в районные ради. Нам говорят, что землей только распоряжается область. Приезжаем сюда, тут говорят, что распоряжается на местах. Где эту правду шукать? Мы маем право на эту землю. Если у людей заканчивается договор аренды, если это в этом году, в 2016 году, они должны ее резервировать. Но эту землю не резервуют, скидывают на то, что закон позволяет продолжить им аренду. Если они не откажутся, то значит им опять продолжать эту аренду. Так, извините, но закон Украины про социальный захист и гарантии учасников боевых действий и ветеранов войны обязаны позачерково отримать землю. И каждый граждан, несмотря на то, что он является участником боевых действий, он имеет право отримать эту землю. Но мы имеем право, мучи статус участника боевых, мы имеем право землю отримать позачерково. Но нас вручают туда-сюда, туда-сюда. Поэтому уже ввернулся терпец. Я особо не могу землю отримать уже почти 12 лет. Я участник боевых действий в Ираке, участник боевых действий в АТО. И на сегодняшний день мы ничего не можем отримать. Это уже накопило настолько, что нам уже без разницы, что там будет, кто там как думает. Но мы звезды не пойдем, доки нам не дадут какие-то конкретные ответы. Дякую. А еще Порошенко хотел бы сказать. Вот смотрите, ситуация в стране, да? Все говорят, что нужно и Порошенко, и Яценюк. Все как один в грудь себя бьют руками, кричат, что нужно поднимать. И мы поднимаем, и будем дальше поднимать экономику. Каким образом? Они давят эту экономику нашу, нашей страны. Так хотел бы обратиться к вам, уважаемые господа, хорошие. Подняйте экономики государства. Это не те вещи, которые вы делаете. Если вы не знаете, как это делается, возьмите хотя бы книжку за 10 класс по экономике. И почитайте, как это делается. Это делается совсем наоборот, не то, что как вы делаете. Вот так как-то. Потому что есть такая пословица, не будьте лихо, пока лихо спит. Знаете, есть такая пословица? Так вот, господин Порошенко, не будьте лихо, пока лихо спит. Спасибо. Глава Полтавской областной филеи, всеукраинской громадской организации, товариство ветеранов АТО. Как сегодня показано, мы сделали невеликий прецедент по выдаче все-таки земли и выстояли свое право. Я думаю, что и надалее, по-братиме, будут поднимать свое право на землю. Потому что мы ходили майже рік, билися над этим вопросом, неодноразово встречались на круглых столах, неодноразово приходили сюда. И только благодаря тому, что у нас уже пришла большая количество, этот камень мы немного сняли из места. Думаю, что это будет прецедентом, и надалее справа будут идти значительно лучше по земельным вопросам для учасников АТО в Полтаве и Полтавской области. Спасибо.